Доброе утро! В нашей студии кандидат сельскохозяйственных наук, ландшафтный дизайнер, дизайнер Анна Рассенина. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня мы поговорим... Ну, я-то, знаете, от невежества своего в растеневодстве назвала этот прекрасный цветок лилией. Но это на самом деле гипиаструм. Это на самом деле гипиаструм. Я хочу сказать, что главное, что не кактус, Татьяна. Вы настоящая девочка, похожа на лилию цветок, как и лилия. Я же совсем бланчика, чтобы назвать вот это кактусом. Да, мы с вами, да, мы образованные. Так что сегодня поговорим о таком прекрасном растении, как гипиаструм. Почему сегодня я вам его принесла? Потому что, я думаю, что довольно многих сейчас, у кого он есть дома, он как раз находится в стадии либо выдачи вот такого прекрасного бутона с многими цветками внутри, либо уже, ну, как-то начал, собственно, расцветать. Потому что весна самое время для него. Это комнатное растение? Это только комнатное растение. На улицу мы его не выносим. К тому же ему это не очень не нужно. Ему довольно хватает того, чего можно получить на подоконнике. Я вот не понимаю, сейчас Василий придерживает гипиаструм или гипиаструм придерживает Василия? Я придерживаю. Но я так подозреваю, что ему нужны какие-то специальные приспособления в виде, допустим, бамбуковой палочки и зажима, да? На самом деле нет. Я вообще не очень люблю все эти палочки, подвязочки, бантички разного цвета. Я за то, чтобы растение держало себя само и стояло гордо. Но он проехался в машине сегодня, он довольно... Так, если его потрогать, лучше, конечно, этого не делать. Он такой... В общем, переезд ему тяжело дался до нашей студии. Ну да, он высокий, большая шапочка. К тому же я его подукутала маленько, так как все-таки пока еще минус у нас, что там говорят, синоптики. Вот. Поэтому пришлось его, конечно, маленечко закутать, и поэтому он слегка, слегка такой. А как часто можно будет наслаждаться цветением? Я так подозреваю, что это не круглый год такие бутоны красивые. Нет, к сожалению, это происходит не круглый год, если вы обратили внимание, где же листья. Где же листья? Листья появятся только после того, как вся эта красота отсветет. Вот если мы здесь с вами посмотрим на этом растении, у него вот с этой стороны некоторые не могут отличить. Как отличить стрелку от листьев? Если мы вот так вот в профиль посмотрим на него, то стрелка, она всегда имеет какую-то толщину, да? Вот. Она всегда плоская. А листики внизу, они вот такие вот маленькие, их здесь лезет два, и они довольно такие плоские. Вот этим всегда отличаются листья от цветочной стрелки. Так вот, цветет гипиаструм, как правило, чаще всего, бывают исключения, но цветет он чаще всего без листьев вообще. Это значит то, что у него есть период покоя. А что такое период покоя? Вот у вас как выглядит период покоя? О, это сон. Это сон, да. В 10 вбегли, в 3 встали. Так, темно. Хорошо, свежо. Да. Почему свежо? У меня под телом очень тепло. Вот, а ему должно быть свежо. То есть его нужно хранить в период покоя, в холоде? Да. Он любит температуру где-нибудь 10-15 градусов, не больше в это время. У него, как правило, на этой стадии уже заканчивается рост, и он должен маленечко поспать, перед тем, как выдать вот такую стрелку. В общем, цикл развития следующий. Сейчас, примерно в это время, он цветет, потом стрелочка у него отпадает. Стрелочку срезать не нужно самому, дождаться, когда все это отсветет. Она, как правило, жухнет, сохнет, не очень симпатичная, но довольно быстро ее не станет. После этого наращивается зеленая масса, и мы в это время уже активно подкармливаем и поливаем удобрения. Любые луковичные растения, там луковица, если потрогать вот этот горшок, там кое-кто просрочил вот этот момент. Вот мне тоже интересно, луковички не тесно в таком горшке? Не тесно, и ей должно быть тесновато чуть-чуть. Вот этот уже можно было, конечно, мне пересаживать. Но не в гигантский он горшок будет пересаживать. Нет, в гигантский горшок не нужно, потому что оно от счастья будет разрастаться, а толку не будет, свистеть не будет. Поэтому лучше садим в тесный горшок. Так вот, после отсветания он даст вам листья, все лето будет в листьях стоять, и где-то в сентябре, октябре, ноябре, может быть, он начнет чуть-чуть подсыхать. Особенно, если у вас дома будет чуть-чуть прохладнее. Вот тогда можно его брать в прохладное место и ждать потом светения. Будется он как-то после периода покоя? Он не будет. Можно сделать вот так. Подойти к луковице и вот так вот сделать. Я думаю, что он незамедлительно на это отреагирует. На самом-то деле некоторые цветоводы, конечно, пошаливают и не всегда убирают в прохладное место. И если луковица довольно сильная, то он может пробудиться сам. И сам будет делать вот это вот все. Подходишь к луковице, а она тебе? Да. А она уже проснулась и готова радовать своим цветением. Что касается полива, удобрений каких-то, вот что-то вносить нужно в почву? Вносить желательно. И очень это любит гипиаструм. Он тогда даст больше цветков. Бывает их намного больше в стрелке. Сейчас их четыре. Ну, это потому, что кто-то не обрезал ему листики. Вот, знаете, четыре по фэн-шуи – это очень хорошо. Это к деньгам. А мне кажется… Ой, ну, то есть… То есть все хорошо. Я как-то не любитель четных чисел. Мне кажется, что должно быть три или пять. Вот я была бы больше рада, если бы он выдал три. Нет, ну тут выбирайте, Анна, или деньги, или как вам нравится. Или троица. Там есть еще шанс. Там есть еще одна стрелка. Вы видите, как у него все хорошо? Вот, то есть будет две стрелки, и будет, я думаю, что все это очень красиво. Так вот, когда он проснулся, когда он начинает трогаться в рост, то желательно, конечно, его подкармливать удобрением для луковичных, либо любым комплексным удобрением. Поливать лучше в поддон. Не любит, когда на луковицу попадает. И если будете пересаживать, лучше бы, конечно, луковку вот эту. Это свеженькая, купленная. Это будет вот такой красивый гипиаструм. Вот такой. Вот такой интересненький. Многоцветный, да? Да, он многоцветный, к тому же еще бывает махровый. То есть горшочек мы ставим в поддон и воду наливаем именно в поддон. Вообще это считается лучшим полием практически для всех растений, для того, чтобы не подкнивала корневая шейка и сама луковица, которая внутри. Вот так вот. А вот вы сказали, что некоторые цветоводы обходятся без периода покоя. Чем это чревато? Это чревато тем, что будут, скорее всего, помельче цветки, и их будет меньше. Это, скорее всего. Размер меньше и количество тоже? Конечно. И, как правило, такое растение дает множество деток. Кто такие детки? Это маленькие луковки, которые сидят около донца. Есть большая луковица, маленькие образуются снизу. А это плохо? Это хорошо тем, что этим вы можете размножить растения, но, как правило, оно тратит довольно много силы на их образование. Поэтому, скорее всего, у растений будет цветочков поменьше. Да, цветочков будет, может быть, чуть-чуть поменьше. Ну, хотя растение это довольно сильное. Оно переводится как гипиаструм, это кавалер астры, кавалер звезды. Так что вы сегодня у нас. Кавалеры звезды. А вот буквально последний вопрос. А можно ли, ну, я не знаю, вдруг возникнет такое желание, появилось, например, 4 таких цветка. Их как-то можно, например, ну, захотелось хозяину или хозяйке отрезать и там куда-то поставить в другое место. Можно вообще их срезать раньше, чем они отцветут? Конечно, можно, и с аюзом довольно неплохо, в принципе. Его можно даже срезать целой стрелкой. Даже вот так? Да, даже вот так вот можно это сделать. Но луковица тогда маленько обидится, конечно, на вас. Вот, она как-то будет ждать, что она должна что-то красивое из себя изречь. Но на самом деле, ничем это особенным не чревато. Растение довольно сильное, и с луковицей, я думаю, что все будет хорошо. К тому же, скорее всего, если вы ее срежете, а именно срезание листьев иногда стимулирует вообще появление цветков, если, к примеру, у вас не было периода покоя, как у меня, вот, то тогда зацветет и все будет хорошо. Спасибо огромное. Это не страшное растение. Анна Рассинина, ландшафтный дизайнер, эксперт программы «Новое утро» была у нас в студии. Про гипиастру мы поговорили.